Добрый вечер, дорогие друзья! Мы обратимся к Божьему Слову. Перед тем, как мы будем читать отрывок Священного Писания, который будем разбирать, я хочу сделать небольшое вступление. Друзья, я думаю, что все согласитесь со мной, каждый из вас, что все мы стремимся в своей практической жизни пользоваться только проверенными приборами, проверенными автомобилями, по крайней мере, когда человек, мужчина покупает автомобиль, он смотрит, ему хотя бы немножко интересно все-таки краш-тест этого автомобиля. Но мы хотим пользоваться проверенными программами. Я думаю, что кто попадался уже в свои последствия плохих программ, понимает. Мы стремимся, женщины, допустим, стремятся пользоваться проверенной косметикой, потому что люди, наверное, пробовали уже непроверенную косметику, когда начинается аллергия какая-то. И мы стремимся считать, по крайней мере, наши финансы проверенным калькулятором, потому что для нас это важно. И если вы хотите летать, то наверняка вы захотите летать только на проверенных самолетах. И по жизни вообще пользуются, ну, даже в практической жизни проверенными советами. Это все вы понимаете, все ясно здравомыслящие люди, все к этому стремятся. И через все это мы стремимся избежать, как говорят в метро, я делал, негативных последствий. Это в связи с нашей эпимедиологической ситуацией. Мы все хотим избежать негативных последствий нашей жизни. И Божье Слово призывает нас проверять все, что связано с нашей духовной жизнью. Давайте мы обратимся к Божьему Слову. Это отрывок, который мы прочитаем, записан в Первом Послании Иоанна, с четвертой главы, с первого стиха по шестой. Я прочитаю этот отрывок, и мы будем вникать в этот текст. «Возлюбленные, — говорит апостол Павел, — не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения. Узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога. И победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира. Потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. В мире, в этом окружающем мире, в философии мира, существует сатанинская ложь, в которой он многих, как личность, убедил. И она состоит в том, в том, что его личности, сатаны, как не существует. Что нет никакого духовного противостояния, не существует духовного влияния на жизнь и мировоззрение людей. И, наверное, глядя на окружающее западное общество, мы замечаем, что он сильно преуспел в этой лжи, в этом обмане людей. Особенно в западном мире, как я говорил. И апостол Иоанн призывает нас, вот, каждого верующего человека, читающего Божьего Слова, к проверке. Он говорит вначале, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Я бы хотел перефразировать это, но немножко по-другому. Апостол Иоанн призывает нас к противостоянию доверчивости. Мы иногда призываем людей верить, доверять. А вот апостол Иоанн в какой-то момент, он просит нас вырабатывать недоверие или в каких-то вопросах духовной жизни. Апостол как бы говорит, не доверяйте и не следуйте за каждым, претендующим на то, что он имеет Духа Божьего. Или утверждающим, будто он получил видение или вдохновение, или откровение от Бога. В этом мире есть и другие духи, Божье Слово говорит. И об этом нам нужно знать. О которых следует знать и предупреждать церковь, друзья. Есть другие духи. Нам нужно испытывать называющих себя духовными. Нам нужно, друзья, и нам это необходимо просто. Я бы хотел бы говорить, вот просто необходимо. И в этих людях, в разных людях, которые называют себя, якобы, в кавычках, духовными, может действовать другие духи обольстителей и учения бесовские. О том, о чем сказал апостол Павел в первом послании Тимофея, в 4 главе, в 1 стихе. Он говорит Тимофею, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят от некоторой от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». То есть в этом мире есть духовные силы, которые обольщают и ведут людей, направляют их мировоззрение, их жизнь в определенном русле, в определенном направлении. И читатели, мы как читатели Божьего Слова, должны понять истину о существовании других духов. То есть бесовских духов, которые побуждают лжепророков и лжеучителей распространять свое лжеучение. Я уже как-то говорил, друзья, одно дело, когда человек в чем-то заблуждается, вы, наверное, встречали таких, но он заблуждается и все, ну как бы себе так думает. Но есть люди, которые не могут держать этого в себе, им нужно в этом убедить других людей. И когда вы понимаете, человек не сам от себя, это просто гложет его изнутри. И эти духи, эти лжеучители, они движимы тем, чтобы идти в общение верующих и что-то им объяснять. И распространять свое учение. За время существования церкви проявлялись многие лжепророки. Если вы когда-нибудь изучали историю христианства, это в каком-то смысле, это как триллер такой. Разные учителя, разные лжеучения, разные обольщения. И эти лжепророки, которые приходили в историю для доказательства своих учений, ссылались очень часто, знаете на что? На Божьи откровения. Многие стремевшихся повлиять на церковь пытаются снискать поддержку своим мнением, ссылаясь на свидетельство Святого Духа. Что у них было откровение. Это один из средств манипуляции, которая смущает некоторых. Знаете, вот как ты можешь проверить? Вот этот человек говорит, что у него было откровение. И это смущает многих, такие заявления, что Господь там сказал ему, повелел ему говорить или что-то делать. Да и сейчас есть немало людей, утверждающих, будто они общались непосредственно с Богом, и что им было божественное откровение. И как быть тогда, когда люди делают подобные авторитетные заявления? И ответ Иоанна очень простой. Мы прочитали. Испытывайте Духов. Все просто. Есть какое-то заявление, и если ты что-то заявляешь, проецируешь, ты должен пройти проверку. Это необходимость. Это то, против чего восстают лжиучители. Знаете, люди, которые так говорят, что им было откровение, больше всего, чего они боятся, проверки. На подлинность. Когда их откровение должно быть проверено. И они боятся. Что они начинают делать? Они начинают злиться, будут пугать вас или стыдить. Говорят, что ты не доверяешь Господу. Они будут вас обвинять в том, что вы хотите проверить подлинность их заявлений. Так делают всегда. Истинные пророки всегда доказывали свою подлинность. Лжи пророки всегда что? Пытались обвинить или оскорбить, или как это, пристыдить тех, кто ставил под сомнение их истинное апостольство. Они боятся проверки. Я вам скажу, друзья, и не бойтесь проверять таких людей, которые делают такие заявления. Не бойтесь. Да не смущается сердце никого из здесь присутствующих в таких вещах. Испытывать. Слово испытывать по-другому. Проверять что-либо или кого-либо в действии, в работе с помощью тестов. Это слово использовалось в той литературе древнего мира. Означало пробу металла на определение его чистоты или ценности. Иметь здравое сомнение по отношению к любому учению – это нормально. И если я должен иметь здравое сомнение, и если человек чему-то меня пытается научить – это нормально. Это неплохо. По крайней мере, человек к этому призывает нас, апостол Иоанн. Нам нужно иметь духовную настороженность и внимательность. Проверка нужна, так как есть причина. Друзья, есть причина и необходимость. Какая причина, он говорит? Потому что много лжепророков появилось в мире. Есть причина. Некоторые верующие в церквях были слишком восприимчивы к призьям. И апостол Иоанн понимал это. Они слишком были открыты ко всем заявлениям, якобы называющих себя великими пророками или учителями. Слишком восприимчивы. Иоанн просто, его сердце переживает за слишком доверчивые сердца людей верующих. И он об этом пишет. Нам не должен быть безразличный этот призыв, друзья. А некоторые говорят, ну мне как бы все равно. Вот я сказал бы так, нам не должно быть все равно. Не должно быть. Вот скажи тебе, мне не все равно. Так как от этого зависит, будете ли вы под влиянием Святого Духа или под влиянием сатанинских обольщений. Вы понимаете, в чем? Какова цена? Если я буду доверять, я могу стать частью сатанинского обольщения. И не быть под водительством Духа Святого. Это очень большая ошибка. Если кому-то, либо безразлично, либо все равно, от того, что вещают люди и что они проповедуют. Я бы сказал бы так даже, друзья. У нас нет права быть пассивными в этом отношении. Несколько примеров. Знаете, безразборчивость и всеядность неизбежно вас отравят. Я еще раз. Безразборчивость и всеядность отравят душу и духовную жизнь человека. Каждый летний сезон, друзья, нас информируют и предупреждают об отравлениях любителей грибных даров леса. Каждый раз, каждый год. Пошли в лес, насобирали грибов и закончилось все очень плохо. Но есть еще большие опасности, друзья, чем грибы даже. По статистике, я вот, допустим, нашел статистику в России. Больше 30% от общего числа отравлений приходится на отравление, знаете, чем? Кто-нибудь, может, знает? Лекарственными средствами. 30% людей, которые отравились в России, помимо алкоголя всего, это люди, которые хотели лечиться, хотели поправить свое здоровье. Люди, пытаясь лечиться, травят сами себя. И это можно принести в духовную сферу. Люди, которые хотят возрастать духовно, могут отравить себя. Очень легко. И мы должны, друзья, следовать примеру жителей верии. Вот апостол Павел в книге Деяния писал, и Лука писал то событие, которое произошло в книге Деяния. Принимая, как верийцы приняли Божье Слово. Известный всем пример. В 17 главе книги Деяния апостол Павел проповедует, и, как говорится в 11 стихе, 17-11, они приняли Слово Божие со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Вот апостол Павел, когда столкнулся с таким отношением, он очень сильно обрадовался, он хвалит таких людей, которые к своей духовной жизни относились очень проницательно, и, сказал бы, и недоверчиво даже. По отношению к человеку пришел, что-то проповедует, давай откроем Писание, давай откроем Божье Слово, будем проверять все, каждое твое слово, каждое пророчество, которое ты используешь. А не просто, как некоторые, я говорю имя Господу, нет, давай все проверим. Лжи учителя боятся проверки. И апостол Павел радовался такому подходу, он не злился. И если человек говорит о Библии, Боге, Иисусе Христе, это еще совсем не значит, что он истинное Божье дитя, друзья. Запомните это. Если он говорит о Библии, о Боге, даже о Иисусе Христе, это сейчас совсем ничего не значит. Они могут утверждать, что приняли христианство, но в целом преподают другое Евангелие. И мы знаем утверждение одного апостола Павла, послание Галатам, 1 глава, 8 стих. И апостол Павел обличает или осуждает, как бы доверчивость галатийских верующих, что он говорит. Они настолько приняли лжеучителей хорошо, радушно их приняли, приняли их учение. И он говорит на 8 стихе, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать, но не то, что вы благовествовали, да будет анафема. В Галатах даже не произошло, что ангел спускался с неба. Но просто пришли учители, и все доверились их лжеучению. И это привело к катастрофическим последствиям в духовной жизни этих людей. Они думали опять заслужить свое спасение. Он говорит, если бы даже посреди этого зала, друзья, Божье Слово говорит, посреди этого, здесь стал бы ангел и стал проповедовать другое Евангелие, его нужно было отвергнуть, друзья. Какие бы знамения ни происходили в этом зале. И наиважнейшим фактором в оценке любого высказывания является его суть. То, о чем оно сообщает, друзья. Нам нужно быть проницательным, в что именно человек говорит, о чем и конкретно его весть. То, что говорит человек несравненно важнее того, как он говорит. Знаете, есть люди очень харизматичные. Они так классно преподают материал, вдохновляют, поражают собой. И даже это не важно совершенно, он говорит. Это не является и подлинностью, или оценкой истинности, то, что он даже сам верит в свое лжеучение. Это ни о чем. И даже важнее того, или любых даже сверхъестественных чудес, если бы даже знамения, мы знаем, что сатана будет мастером по обольщениям. В последние времена он даст великие знамения. И если наша духовная жизнь связана с чудесами, знамениями или какими-то сверхъестественными вещами, боюсь, что ваша вера очень слабенькая. Каждая какая-то сверхъестественная вещь выбьет у вас духовный фундамент, потому что вы связаны этими вещами. Для вас сверхъестественные вещи, наверное, важнее будут, чем сама истина. Даже если сверхъестественная, я говорил, поддержку своих слов. И в качестве критерия должна быть применима Божья истина. Друзья, делая краткие обобщения над вышесказанным, друзья, я думаю, что большинство из нас знают о заболевании под названием ВИЧ, вирус иммунодефицита. Все, наверное, слышали. Когда иммунитет человека не реагирует на простые инфекции, заболевания. И человек может погибнуть от простой простуды, заболеть простудой и умереть. Но бывает и духовный ВИЧ, друзья. Если мы будем доверчивыми и всеядными, мы тоже можем погибнуть от разного рода духовных обольщений или стать частью сатанинского замысла. Обольщение. Это духовная неспособность определять духовные инфекции. Это духовный ВИЧ. Определять опасности. И давайте, друзья, я бы хотел, чтобы оставшееся время, которое у нас есть, внимательно рассмотрим три критерия, по которым мы можем проверить всякое учение человека. Вот апостол Иоанн хочет, чтобы мы, как верующие люди, он дает нам три пункта, по крайней мере, почему мы должны, вот кто-то заявляет, проверить его, жизнь его слова и его убеждения. Я бы даже сказал, друзья, ради блага своей души запомните на всю жизнь, я себе говорю, эти три пункта. И не стыдитесь, и не бойтесь проверять всяких краснобаев, которые вещают и по интернету, и где угодно. принципы духовной проверки. И апостол Иоанн говорит об этом, вначале он говорит, о духовной проницательности мы поговорили, что ее нужно не только знать об этой духовной, нужно ее развивать. Развивайте в своем сердце, в своей жизни духовную проверку, и здоровый скептицизм к новым всяким интересным идейкам, которые люди подкидывают. Он говорит так, Духа Божия, первый принцип, я прочитаю отрывок, Духа Божия и Духа заблуждения, узнавайте так, всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет теперь и есть уже в мире. Иоанн предлагает нам первый критерий для проверки людей. Учителям можно проверить таким вопросом. Один, расскажи, что ты думаешь о Христе. Как ты понимаешь Иисуса Христа? Первый критерий – это тест на христологию, учение о Христе. Многие, когда читают этот отрывок, им кажется, ну что какие-то воплощения Христа, ну и что? Многим кажется, это банальными, неважными вещами. И это беда, друзья. Подлинное исповедание признают Иисуса как воплощенного Христа, друзья. Как Мессию и говорит о преклонении перед Ним, перед Господом нашей жизни. Понимаете, в чем? Если Иисус не Бог, Он не воплощенный Мессия, то Он не может быть вашим ходатайом. Вы не можете иметь искупление, потому что Он не тот, кто взял, мог бы в себе нести все грехи, всех людей. Только Бог мог понести, безграничная личность Бога могла понести на себе безграничные грехи нас, как людей, всего человечества. Дух Божий призывает людей верить Иисусу в свою жизнь. Вот, друзья, принять Иисуса Христа. Это испытание, говорят, на христологии. Учение Божьего Слова о личности и служении Христа. Друзья, это также касается заместительной жертвы Христа на кресте. Достаточно есть и Его жертвы для примирения. Если вы, говорите, пытаетесь, уже учителя говорят, Христос плюс 10 заповедей, Христос плюс суббота. Нет. Христос плюс какие-то посредники. Нет. Только Христос. Един посредник, Божье Слово, между человеком и Богом. И есть только один Мессия, воплощенный Божий Сын Иисус Христос. И если люди разрушают личность Христа, это Дух Антихриста. Если люди прибавляют что-то к Христу, это Дух Антихриста. Если они, говорят, верят во Христа и потом еще добавляют свои дела к спасению, вы не можете иметь спасение. Либо вы будете полагаться полностью на благодать Христа, полностью уповать на Его жертву, достаточную для вашего спасения, либо вы будете всегда на грани лжиучения. Полное посвящение, полное доверие, полную любовь к Христу. Гностики отрицали предсуществование Иисуса Христа, то есть это учение философии и гностицизма. И следовательно, то, что Он Бог. И те из учителей, которые не признают в Иисусе воплощенного Бога, обнаруживают в себе Антихриста, Дух Антихриста, о котором Иоанн уже предупреждал во второй главе. И в наше время, друзья, есть люди, также говорят об Иисусе, как о великой личности. Я знаю множество, множество людей, которые говорят о Иисусе, как о великой личности, о Его примере. Но когда им задаешь прямые вопросы, ты прощенный Христом человек, ты подчиняешься Ему, как Господу и Спасителю Ему, ты понимаешь, что человек не знает Евангелие, у него нет живых отношений со Христом. Несколько прямых вопросов дают тебе понимание, есть ли у человека живое упование Христа или нету. Все эти заявления ни о чем. Это не показатель духовной жизни. И даже сверхъестественные силы как таковые не несут в себе информации о том, что или кто-то является их источником. Ну, мы знаем, что проходили Иван Гриот Матфея, мы проходили седьмую главу. Многие станут перед Христом в тот день и скажут, не твоим ли именем что делали? Пророчествовали, бесов изгоняли и многие чудеса творили. Иисус не поставил под сомнение их утверждение. Они что-то делали. Но Иисус сказал, я никогда не знал вас. Люди проецировали в своей жизни духовную вещь. И они думали, что этими своими делами они доказывают, что они Божьи дети. Ужас просто. Когда внутреннее, о чем говорил сегодня Алёк Петрович, внутреннее благочестие, жизнь с Богом, они поменяли на внешнюю жизнь, внешнюю бутафорию, на свои чудеса, на знамения. Они думают, что они духовные люди. Ничего подобного. Никакие внешние чудеса, знамения не делают человека Божьим детём и не доказывают его общение со Христом. Не подтверждают этого. И если в ипадке и в мыпадке на всякие чудеса и знамения больше, чем на истину о подлинном, о настоящем Христе, о Его характере, о Его личности подлинной, то вы на опасном пути, друзья. Если вас не интересует учение о заместительной жертве Христа, о Его личности, о Его... Потому что Дух Божий свидетельствует о истинном Христе, о подлинном искуплении, подлинной заместительной жертве и достаточной жертве для спасения. Об этом свидетельствует Дух Святой. И таким, если мы падки на всякие сверхъестественные вещи, мы не сможем устоять. В Матфея, в 24 главе, в 24 стихе Иисус сказал так, «Восстанут лжехристы и лжепророки». Иисус говорит, «И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных». И цель этих чудес или знамений – это просто увлечь за собой, это прелестить, это увести с истинного следования за Христом, ложный путь за Христом, представить ложного Христа. Первая проверка, друзья, проверка на христологию, как человек понимает, кто такой Христос для него. И Христа Священное Писание учит проводить границу между истинной личностью Иисуса и заблуждением. Друзья, не надо пойти на компромисс. Ты понимаешь, что это так. Нельзя идти на компромисс в христологии. Это отхождение от истины. Христа нельзя христологию поменять на личные отношения и еще на какие-то вещи. Это отступление от истины. Так нельзя никогда делать. Нам не нужно сотрудничество с теми, кто отрицает как божественность Господа нашего Иисуса Христа, так и его человечность. С кем бы мы не имели дело, друзья? С учеными богословами, которые называются со свидетелями Иеговы. Нам с ними не по пути, друзья. Вообще не по пути. Это дух обольщения, дух учения бесовские, которые уводят от подлинного личного общения со Христом с подлинным Христом. И апостол Иоанн об этом говорит и предупреждает нас. Иисуса Христа надо исповедовать как Сына Божьего, как вечную жизнь, как живое Слово, как Сына Божьего, пришедшего в мир, причем пришедшего в нашей человеческой смертной природе. Помните, как евреям говорит, в последние дни что делал? Говорил нам в Сыне Своем. Первые стихи посланник евреям. И Бог Отец говорил нам в Сыне, мы видим Бога через Сына, мы общаемся с Богом через Сына. Он, Он наш эталон смирения, любви, терпения, всякой верности Богу Отцу, пришедшего в нашей человеческой смертной, в которой Он пострадал и умер для искупления погибающих грешников. Все дело искупления, друзья. Он умер и пострадал для нашего, того, чтобы выкупить нас. Сущность первой проверки сводится к учению о Христе, о Его личности и служении. Дух Антихриста всегда будет противостоять Святому Духу истине, о личности Христа. Этот великий Антихрист готовит себе путь, друзья. Писание об этом говорит и облегчает свое поведвижение с помощью других, меньших Антихристов, философов, богословов, которые, либерального толка, которые извращают личность Христа. Это дух и духов заблуждения, действующих в умах людей. Мы заранее предупреждены, друзья, заранее, что такое противодействие существует и будет продолжаться, друзья. Оно есть, оно будет всегда. Апостол Иоанн непоколебимо сохранил убеждение, так же, как и многие верующие, чью решимость он стремился поддержать своими посланиями. указывая этим на действие Святого Духа. Помните, в послании к Римлянам апостол Павел говорит, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Дух Святой, который работает в нашем сердце, он сохраняет нас в истине о Христе. Он утверждает нас, что только Он, искупитель наш, только Он, воплощенный Мессия, Бог, в теле. И сегодня многие говорят об Иисусе приемлемой вещи, но не признают Его как воплощенного Бога. Они говорят, что Он божественный, но не Бог. И смиренные верующие способны победить этих лжеучителей, потому что имеют в себе Духов Святого. И это позволяет им обнаружить заблуждение, отказаться от них. Слушайте заблуждение, друзья. Когда вы такое слышите, уйдите оттуда. Человек не прошел проверку на христологию. Либо человек, если открыт, можно ему говорить о подлинном Христе. Вторая проверка, друзья, о чем говорит апостол Иоанн. Вторым критерием проверки является отношение к миру. Пятый стих. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Как апостол Иоанн говорит о лжеучителях, он говорит о них, это они, он вместо имения, он говорит, они. Он не ассоциирует ни себя, ни верующих с этими людьми. Мы уже знаем, что вера, когда мы проходили первые три главы, что вера и поведение всегда неразрывно связаны. Вера, как убеждение, как познание истины, неразрывно связаны друг с другом. То есть поведение и вера связаны. И неудивительно, что Иоанн для успешного испытания духов предлагает рассматривать не только суть того, что они проповедуют лжеучителя, но и последствиям, которые приводят их учения. Посмотреть. Лжеучителя, он говорит, они от мира. И потому источник всего, что они говорят, есть мирское. Мир – это начало всего, что они мучат, и поэтому он слушает их. Это напоминает нам о том, что одобрение мира не может быть оценочным критерием истинности учения. То есть люди принимают все, все идут за ними. Это не значит, что нам по пути там. Мир всегда будет принимать мирские идеи, мирские ценности. Сейчас мир весь заряжен философией успеха, достижения каких-то планов, добиться чего-то. И потом всем рассказывать о своем величии, о своих подвигах, чтобы все восхищались и вследовали твоему примеру. Такие пророки от политики до религии заявляют, что человек и удовлетворение его желаний превыше всего. Они апеллируют к похотям, к желаниям внутреннего человека греховного. Они заменяют призыв во всем повиноваться Христу, понимаете? Они пытаются смягчить. Для них это слишком категорично во всем повиноваться Христу. на совет следовать в своих жизненных установках ему примеру. Во всем следовать. Они заменяют его призыв. Они ограничивают вмешательство Евангелия в нашу жизнь лишь тем, что оно способно внести в нее некоторые обновления. То есть Евангелие смогло тебе помочь обновить твою немножко жизнь. Нет, друзья, Евангелие не дано, чтобы обновлять вашу жизнь. Оно должно убить вашу жизнь, чтобы Иисус Христос был явлен смертной плоти вашей, чтобы вы жил Христос в нас, чтобы был явлен нашей предсмертной жизнью. Предать ей другую окраску, они говорят, что жизнь нужно придать другую окраску. Мир порождает желание сделать его более удобным местом Христа, где мы могли бы получать как можно больше удовольствий. То есть цель это мирское чтобы человек имел удовольствие. Мир не интересует вечные проблемы, вечные ценности. Нет необходимости в покаянии, в подлинном покаянии, в сокрушении сердца, в отречении нет нужды в этом. Нет нужды в возрождении, в измененном сердце, в полной посвященности, в жертвенности. Дух, обладающий этими людьми, лжеучителями, склоняет их к этому миру, их сердца привязаны к нему, они стремятся к роскоши, к мирским наслаждениям и интересам, поэтому говорят по-мирски. Они исповедуют земного мессию Спасителя, строят планы о земном царстве, о земном владычестве, они хотели бы присвоить себе все богатства и сокровища этого мира. Они говорят, ты дитё Божие, ты достоин, ты великий, ты всего достоин, забывая о том, что царство истинного искупления, искупителя, не от мира сего. Они ищут своего, как сказал филиппийцам апостол Павел, их конец погибель, их Бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном, вся их жизнь зациклена на земных вещах. земные благословения, мирские радости и наслаждения. Во втором послании Петра 2.19 апостол Павел говорит, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Такие люди вот. Они говорят, мы приведем вас к свободе. Какой свободе? Рабы тления. кто кем побежден, тому и раб. Мы знаем, что если человек стремится к популярности, ему следует говорить лишь то, что говорит мир. Но если он хочет быть преданным Богу, то неизбежно будет сталкиваться с неодобрением мира. Просто, если сделать вывод, посмотрите на жизнь таких миссионеров. Все понятно, друзья. все их мысли, все их молитвы, мысли о земном, мысли о земных благословениях. Они не видят за своим земным ничего. Мудрость, как и написал Иаков, земная, душевная, а в конце концов она становится и бесовской. Утешение для каждого верующего состоит в том, что внутри нас находится сильный страж. Он говорит так, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Друзья, у нас у всех есть склонности к мирскому, у всех. И все мы раз за разом обнаруживаем в своем сердце эти вещи. И Дух Божий вскрывает, Он говорит, но тот, кто живет в нас, он приводит нас к ясному пониманию, какое место всем этим вещам в нашей жизни. Ни в коем случае не сделать из этого идолопоклонства. Все отдать Господу. И Дух Божий ведет нас, когда мы зацикливаемся в таких вещах, к покаянию, к разрушению этих нечестивых планов, нечестивых дел, которые лишают нас ревности, служения, занимают все наше время, которые крадут. Лишь бы что-то добиться. Это второй критерий, друзья, это мирские ценности. Первый, мы говорили, это христология, учение о Христе. Второй, это отношение к миру. И третьим критерием проверки является отношение к апостольскому учению. Шестой стих я прочитаю. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Слово «мы» в шестом стихе относится к апостолам и истинным учителям, следующих к учению. В этом стихе Иоанн говорит как представитель апостолов. Он был свидетелем жизни Христа, распятия Христа. Посмотрите на Евангелие Тану. Он был рядом со Христом, видел, когда копьем пробивали ребра Христа. Он был явным свидетелем всей жизни, всего Божьего откровения, явленного во Христе. И он встречается с людьми, которые выдумывают, делают выдумки о Христе и обольщают простодушных верующих. Это как ему было тяжело переносить, наверное, в своей жизни, когда истину о Христе так легко извращали ложеучители. В этом стихе он говорит как «мы от Бога, знающие Бога, слушают нас». Это означает, что все, действительно рожденные от Бога, примут учения апостолов, изложенные в Новом Завете. Истинных апостолов узнают по их учению. Учения апостолов это непременный элемент Божьего откровения, друзья. Третья коррелярия. Посмотрите, как человек относится к апостольскому учению. Что для него значит Божье Слово? Библия. Что для него Библия? Только такой путь к Богу и наше отношение к этому вопросу показывает, кто управляет нами. Кто управляет нами? Дух истины или дух заблуждения? Потому что для духа заблуждения это опасное оружие. Он прихлопнет этот дух заблуждения. Этот инструмент вывернут наизнанку все заблуждения. Потому что это истинно. Те, кто не от Бога, отказываются от свидетельств Нового Завета. Или же стремятся, смотрите, они тоже отказываются, они стремятся добавить к нему что-то или фальсифицировать его. Всякий, кто от Бога, кто находится под руководством влияния Бога, знает его и слушает апостола. То есть знает Божье Слово. На протяжении всей истории церкви именно в свете апостольского учения Святой Дух истинный, безошибничный отделялся от духов заблуждения. То есть всегда ты видишь в истории церкви тех людей, которые любили Божье Слово, которые были верны апостольскому учению. Как проявляется вопрос, духовное обольщение. Вы, наверное, уже знаете, догадались, я уже много говорил, в большинством большом внимании к откровениям, личным свидетельствам, которые люди ставят на один уровень с учением апостолов. То есть для них их откровение равно вот это Божье Слово. Это учение продолжателей. Знаете, есть такое учение продолжатель, что Бог продолжает давать свое откровение. То есть, хотя Писание говорит, что на 12 апостолах на этом фундаменте основана церковь, на этом учении основана церковь. Такие люди говорят, что нет. Откровение о Боге продолжает, не важно, что оно противоречит тому, что написано здесь, в апостольском учении. Всегда в мире находятся нечестивые, дерзкие люди, претендовавшие на откровение от Бога, но не являющиеся таковыми на самом деле. Нам нельзя верить каждому, кто претендует на обладание Святым Духом или на вдохновение от Него и необыкновенное озарение свыше. По миру странствуют люди, выдающиеся за пророков, которые ищут возможности обратиться к большому количеству людей. Только дай кафедру. Они вот о них любят ходить и хотят где-нибудь проповедовать, своих откровений рассказывать. Для них это интереснее. Сталкиваясь с подобными явлениями, многие испытывают желание разобраться в подлинности или ложные. И, друзья, нам не нужно пытаться заглянуть в их сердца. Многие знают, а что он думает, что у него в сердце. Писание нигде нам не учит нас, чтобы мы пытались вникнуть, что у них внутри происходит. Может быть, они действительно верят в свою ложь. Может, они действительно подоходятся под полным обольщением. И, во-первых, это невозможно и бесполезно. Нужно просто слушать их, чтобы понять, исповедуют ли они подлинного Христа. Как они говорят о посольском авторитете апостолов, к учению Нового Завета. Затем внимательно пригладеться к тому, к чему ведет их жизнь. Как они живут. Именно поэтому, друзья, важна поместная церковь. Никакой такой бутафорский лжеучитель не сможет выдержать. Его жизнь обнаружится, его отношение с людьми обнаружится. Все будут знать, кто он такой. Потому что благочестие нельзя спрятать. Благочестие никогда нельзя спрятать. Оно либо есть, либо его нет. О чем мы говорили, о праведности, о которой говорил Иисус. Подлинной праведности. Они могут сказать, что Библия является авторитетом, однако добавляют, что не наивысшим из авторитетов. Это вот их слова такие. Не наивысшие. У них есть другие наивысшие авторитеты. Лично откровение для них больше авторитет, чем Божье Слово. Такие люди пытаются всех убедить в своей духовности. Это инструмент манипуляции, о чем я уже говорил. На внимание собственной персоне. Когда человек, как можно привлечь к своей персоне внимание, говорить, что у тебя какое-то было откровение там, наверное. люди хвалятся собой, будто они пророки и вдохновленные проповедники, в то время, как в действительности не являются таковыми. Все, что есть у Божьего человека, это Божья истина. Помните, как говорил Иоанн Креститель, кто он, когда к нему пришли? Он говорит, я голос. Все, что он говорил о себе, я голос, я тот, кто передает Божье Слово, а не тот, кто медиум, который передает свои откровения. Как самаряне, друзья, почему важно, я один пример хочу оставить для нас, напоминание. Как самаряне приняли Святого Духа? В книге Деяния мы наблюдаем одну интересную историю. Самаряне приняли, уверовали в Христа, но не получили Святого Духа. Об этом многие спорят. И в книге Деяния в 8 главе 14-18 стихи описаны такие слова. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Когда возложили руки на них, то они приняли Духа Святого. Вы знаете, что Самаря это была отдельная такая, как бы, область, которая была отделена от израильского общества. То есть у них было свое место поклонения, все было свое. И Бог позаботился о том, чтобы в церкви не было самарянской церкви, иудейской церкви. Бог показал самарянам, что чтобы получить Духа Святого, вам нужно было, чтобы апостолы принять авторитет апостолов. Понимаете? Бог показал самарянам, что без учения апостолов, вы не поймете, не познаете истину. Им нужно было принять, что апостолы это авторитет, что это те, кого избрал Бог, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы объяснить подлинный путь спасения. Так бы у нас была бы разная церковь, была бы одна, вторая, третья. Но Бог показал нам, что нет, так не будет. Будет одна живая церковь, собранная из разных народов, под главой Иисусом Христом. Истинным всегда остается апостольское христианство, друзья. Мы все собраны под апостольским учением. В наше время, когда все относительно, мы нуждаемся в постоянном напоминании, что есть ей вещи всегда истинные, и есть вещи всегда ложные. Истина это не то, что добиваются, что договариваются считать истинно, собираются консилиумом. Кто считает, что это истинно, подняло 50 человек, а другие говорят, может не истина. Это не выбирают голосование, истинно определяется Богом, и она дана в Божьем Слове, в Откровении, данном через учение апостолов. Мы сможем познать Бога, только если примем учение апостолов и станем жить в согласии с Ним. Мы не должны соглашаться ни на какую замену на этого. Напомню, друзья, три пункта проверки. Это христология, учение о Христе, личности Христа. Это очень важно. Если человек не прошел этот тест, дальше можно не идти. Он не знает подлинного. Дух Святой всегда говорит о подлинном Христе. Второе, это отношение к миру. У человека будет правильное, благочестивое отношение. Он будет знать, где мир у места в своей жизни. Третье, это отношение к апостольскому учению. И в заключение хотел бы привести вам пример. Вы знаете, что сейчас в мире в связи с эпидемией коронавируса происходит постепенная вакцинация населения. Все вы знаете. И у нас в Беларуси в основном делают российскую прививку под названием спутник Ви. Мне очень нравится эта прививка, название ее спутник Ви. И апостол Иоанн дает нам, как церкви Иисуса Христа, прививку для нашего духовного здоровья. Если эти три критерия станут нашим спутником для нашего духовного здоровья, Господь, пускай Господь нам поможет, чтобы эти вот три пункта были нашим спутником по всей нашей духовной жизни. И мы не боялись проверять истинность и подлинность разных утверждений людей. Аминь, друзья. Давайте помолимся. Господь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое призывает нас как Твоих детей Божьих быть проницательными, испытывать все учения, все посылы, которые этот мир, которые лжиучители возможно какие-то несут в этом мире. Помоги нам проверять, Господь, быть бдительными в нашей духовной жизни, не быть пассивными. Благослови нас, Господь, вот ясно понимать, Господь, Тебя, нашего Господа Спасителя, личность Твою, нашего Господа Спасителя, Твое воплощение, Твою заместительную жертву, Твое искупление, Твою благодать понять глубже и глубже. Помоги, Господь, иметь ясное, здоровое понимание к миру, отношение к миру, чтобы Дух Святой влек нас, влек наши сердца к подлинному, правильному отношению к мирским всем вещам, чтобы Ему было нужное место в нашей жизни, отвергать все это, стремиться к Божьему, тому, что угодно Тебе. И третье, помоги нам, Господь, держаться апостольского учения, истины, которые Ты нам открыл. Благослови, Господь, всю нашу церковь этим. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы, евангельские христиане-баптисты, наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Субтитры создавал DimaTorzok